Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляем с воскресным днём. Сегодня Святая Церковь предложила нам удивительную притчу, которую рассказал сам Иисус Христос, и сам же её разъяснил. Такие простые, понятные для всех, особенно для того времени людей, образы, сеятель, семя, дорога, камень, плевелы. Это сегодня мы, уже живущие в городах, думаем, что о дороге, это об асфальте, это о плитке, это о каких-то новых тротуарных конструкциях. Нет. Христос говорит о сеятеле, который вышел сеять Слово Божие. И первое, которое было посеяно, упало при дороге. И как мы слышали, сам Христос говорит, что прилетели птицы и поклевали то. Другое было посеяно и упало на камень. А что такое каменистая почва? Там, где к корню не прорасти. И как только взошло солнце, тут же завяло. Третье упало в тернии. Тернии – это сорняки, которые, когда поднялись, сразу заглушили доброе посеянное семя. И вот ученики, даже такую понятную притчу, услышав из уст Христа, всё-таки спрашивают, а что он означает? Как это понимать? Одно семя падает на дорогу, другое на камень, третье – в сорняки. И вот только четвёртое, которым сказал Христос, падает на добрую почву. И вот эта добрая почва как раз-таки и есть главная и центральная часть нашего сегодняшнего с вами внимания. Что это за почва? И кто это те, которые принимают семя Слова Божия на добрую почву своего сердца? Об этом говорит сам Иисус Христос. Это те, которые, услышав Слово Божие, хранят Его в своём добром и чистом сердце, ожидая плод с терпением. Вот на эти слова мне хотелось бы обратить ваше внимание. Во-первых, те, которые не спасутся, люди, которые не имеют даже надежды на спасение. Кто это? Это те, которые где-то слышали о Евангелии, но тут же забывают об этом, да и считают ненужным читать эту книгу, не считают нужным слушать евангельское благовестие. И даже те, кто говорит рядом об этом Слове, они затыкают уши, они уходят, потому что их душа, их сердце, как заезженная дорога, не принимает этого Божественного, всеосвящающего Слова. Другие, как каменное сердце, о чём потом скажет Христос, ибо окаменело сердце людей сих, и ушами своими слышат, и не слышат, и глазами смотреть будут, и не увидят. И не увидят глазами, и не услышат ушами, и не обратятся ко мне, чтобы я исцелил их. Это те, которые на дороге, на камнях, в своей души не принимают евангельского Слова. Но есть и другие, те, которые с радостью слушают, настолько впечатляются и говорят, как замечательно, ой, как правильно всё. Ну надо же, как здорово сказано, «Не делай другому того, что не желаешь себе». Ну замечательно. Это может даже стать правилом нравственности, его называют даже «золотым правилом нравственности». Но как только отходит человек и сразу же думает скорее о себе, ну конечно же он себе лучшее, себе вкусное, себе самое получше, он же уже забывает посеянное в его душе божественное Слово. «Поступи с ним так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой». И вот тут уже начинается поиск. А сделать ли по Евангелию, или может всё-таки о себе хорошем позаботиться? И, конечно, многие выбирают последнее. Таким образом, плевелы восстают и ничего не оставляют от того доброго посеянного семени, которое было посеяно в душе человека. И слышит человек «люби ближнего, как самого себя». Ой, как хорошо, как здорово сказано. Ну попробуй с ближним поступить так, как с собой. Или, например, вы соль земли, и если соль потеряет силу, то чем сделаешь её солёную? Она уже ни к чему не пригодна, как только выбросить её вон на попрание людям. Ох, как хорошо сказано, здорово. А соль это кто? Это вы соль земли. Это что значит такое? Это вы то, что сохраняет мир вокруг вас от растления, от гниения. От чего освобождает соль? Чтобы посолить продукты. Их для чего солят? Чтобы сохранить от распада, от гниения. Вот вы соль земли, которой, если вы в мире, вы осоляете вокруг себя мир. То есть, что вы делаете? Вы ограждаете его от растления, распада, от греха. А если вы этого не делаете, вы просто послушали проповедь священников в церкви, почитали что-то, отложили, забыли, и поступаете, как весь греховный, распадающий, гниющий мир, то это и есть то сердце, куда попало доброе семя, но заботы века сего, искушения, а иногда и гонения заглушают посеянное слово. Иногда человек вдохновляется евангельским словом, и даже среди своих коллег, рабочих, тружеников, с кем он работает, с кем встречается, что-то вспоминает из Евангелия. Он говорит, ты что, верующий, что ли, в церковь ходишь, к попам ходишь, наслушался? Да нет, ну я так, как все, и все. А может быть, его за это слово выгонят с работы, а может быть, еще и забьют за Евангелие, а может быть, он смерть примет за Евангелие. Да нет же, ну что вы, ну уж не так, я уж не до такой степени. Или, как некоторые говорят, без фанатизма. А, ну тогда иди дальше. Вот уже и плевелы в сердце такого человека. Но есть те, которые принимают евангельское слово в свое сердце, в свою душу, как сказал Христос, в доброе и чистое. Вот чтобы проросло семя, посеянное Христом, нам нужно очищать свое сердце, дорогие братья и сестры. Ибо оно у всех у нас сейчас окаменело. Оно покрылось ничувствием. Мы погружаемся в комфорт, мы привыкли жить среди холодной и горячей воды, включающегося света. У нас работает газ, у нас работает отопление. У нас есть необходимые продукты, у нас есть во что одеться и что пить. И мы окаменеваем, мы окамененным нечувствием окружаем свою душу и свое сердце. И становимся глухими к ближним и к их нуждам, к страданиям других людей. И снова даже в этой душе может прорасти плевелы. Поэтому постоянно нужно стараться очищать душу в Таинстве Исповеди. Поэтому правильно поступают те, которые часто исповедуются. Знаете, есть монастыри, которые имеют правилом каждый вечер. Братья подходят после вечерних молитв и исповедуют грехи свои. Уже согрешил словом, делом. Обязательно день прожил, что-то соделал. Вот почему в вечерних молитвах церковь положила исповедание грехов на каждый день. Ты думаешь, ты прожил праведно день сей? Исповедую тебе Господу Богом и Творцу во Святей Троице. Все, что согрешил словом, делом, помышлением, объедением, пьянством, тайноидением, прозлословием, унынием, ленностью, прикословием, непослушанием. Это там перечисляется. И каждый день человек не просто отчинаш прочитал и спать лег, а исповедуй грехи свои. Уж не священнику, а Богу с чувством раскаянного, чистого сердца. Он говорит, от чистого сердца Богу вот так выскажи все, что ты сегодня сделал. И не просто словами заученных молитв. Может, сегодня так ранил сердце ближнего, аж самого душа болит. И самому тяжело. Прости меня, Господь. Да еще за него поклончик земной. Вот и чистым будет твое сердце, потому что Господь очистит его за твое покаяние. И оно будет добрым. Вы слышите, именно в добрых и чистых сердцах прорастает слово божественной истины, слово Евангелия. В другое можно и не сеять. Чувствуешь, человек развратный, пьяница. Или, может быть, вообще слышать о вере не хочет. Даже не посевай. Есть в другом месте такое божественное вразумление, что даже не разбрасывай этот бисер пред ногами свиней, ибо они своими копытами втопчут его в грязь. Есть люди, которые готовы посмеяться над Евангелием, над верой, над церковью, над верующими людьми. Они смеются, они хохочут над ними. Даже не говори с ним о Боге. Пусть лучше Он увидит твою жизнь. Мне очень нравится одно из выражений у святых отцов, которое звучит так. Не столько рассказывай людям о вере в Господа нашего Иисуса Христа, сколько живи так, чтобы люди спросили у тебя о Нем. Представляете, как высоко поднимается наша планка. Живи так, чтобы подошел к тебе человек, слушай, ты к какому Богу молишься? Сейчас столько разных вер, разных религий. Мусульмане там бьются с евреями, евреи там бомбят арабов. И только Евангелие говорит, люби врагов своих. Пока эти народы ко Христу не придут, будет война. Это ответ на многие вопросы, а почему? Потому что не может не враждовать человек, который с детства воспитывает, убивать. Зачем далеко ходить на Украине? Русский не надо, Пушкин не надо, Достоевский убрать, сбить все памятники освободителей. Хулится имя России, и воспитываются дети в ненависти к русскому народу, ко всему русскому. Вот, мол, дескать, хохлы, самые лучшие в мире. Вот евреи, самые лучшие в мире. Или мусульмане, самые лучшие в мире. Христианин когда-нибудь скажет, что я христианин, самый лучший в мире. Или вот мы христиане, лучше нас нет. Такому сразу нужно идти. В поликлинику, на прием к психиатру. Каждый из нас скажет, Господи, будь милостив мне, грешному. Тебе чем-то, брат, помочь? Бог наш учит не возноситься ни над кем. А кто хочет быть первым, да будет всем слуга. И тот, кто будет возноситься над ближним, гордому, Бог противится. А смиренным дает благодать. Господи, научи меня смирению, терпению, любви, прощению, миру. Со всеми, кто окружает меня. Ты кто, мусульманин? Давай, брат, трудиться. И делать каждое свое дело добросовестно. Ты еврей? Давай работать. Оставь свою веру с собой. У меня своя вера. Да Бог же один, Бог один. Да верим мы в Него по-разному. Я хочу, чтобы то слово, которое я услышал в церкви, а потом прочитал и буду читать в Евангелии ежедневно, «Падало на доброе и чистое сердце. Только тогда оно в моем сердце прорастет и принесет плод. Одно в тридцать, иное в шестьдесят, а иное во сто крат больше посеяно. А если оно упадет на камень моей души, на заезженную дорогу моего сердца, я буду такой, как вы, презирая всех и любя только самого себя. Но Бог сказал, возлюби ближнего своего, как самого себя, а не самого себя возлюби». Вот какую высоту открывает нам Христос. И вы теперь должны понять, почему христиане – это и есть народ Божий. Потому что религия христиан – это не религия рабского страха и религия войны, это религия любви. И если ты не любишь, то ты не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Вот с этим идите с миром, идите на неделю рабочую и несите это евангельское слово любви, которое примиряет всех, которое освобождает от всяких уз, ненависти и вражды. Оно примиряет. Вот почему священник, много раз повторяя слова Христа, благословляет своих прихожан этими же словами нашего Спасителя. «Мир вам! мир всем с миром и зыдем!» Вот пусть этот мир духовный останется в вашем сердце. Идите домой с миром. Принесите этот мир в свои дома, своим родным, женам и мужьям, детям и внукам. И пусть мир будет в вашем доме. Аминь.